всем привет с вами роман раскольников и сегодня я буду играть в игру по названию valiant heart the great war что переводе на русский означает отважные сердца великая война ну и давайте же начнем и я по-прежнему продолжаю играть в голову вторую уже вроде предпоследнюю часть до предпоследней часть вер верден вердена 21 февраля тысяч римский лес на фронте наступила зима вернувшиеся в строй фредди и миль были направлены в окрестности вердена как и всем остальным им пришлось бороться со стужей прибывшие утром почта подняла солдатам дух но от мари пришли дурные вести сан-миели правили бал болезни и голод умерших было все больше но среди печальных новостей был и лучик света фотография внука виктора он уже вставал на ножки и учился ходить мир слышь фрэнк ну-ка иди за мной без ладно я пошел так у меня каска я с лопатой нужно перо и чернила чтобы написать письмо где бы найти перо и чернила так давайте посмотрим дневники ухты сразу троих может даже до сразу четверых обновился дневник так 15 июня 1915 года явнее так явнее оплатным долгу перед анной ведь она спасла жизнь карлу едва не погибшему при падении цепилина знаю что он сейчас в плену и и больше не рискует своей жизнью на фронте я наконец могу хоть немного успокоиться как хорошо что ему больше не грозит опасность надеюсь что хотя ним что хотя немцы и захватили сын мель дела у мари идут нормально так а он в плену да а может его там типа как бы он осудит и казнят ты об этом не думал 15 июня 1915 года как долго обычный парень может испытывать удачу тут поблизости есть очень большой собор который весь а который все время напоминает мне о тебе меня снова отправили в часть теперь вести поиски будет сложнее а 15 июня 1915 года сегодня я увидел как разбился цепилин и очень испугался к счастью отца на борту не было барон уже увез его на самолете куда-то еще я спасла жизнь зятю эмиля но парня вскоре отправили в лагерь военнопленных его ноги были в ужасном состоянии я поеду вместе с и постараюсь проследить за тем чтобы все было в порядке 21 июня 1915 года чем страшнее остановит а чем старше становится виктор тем больше сходство с карлом я в нем замечаю каждый день я думаю о своем любимом немцы хотят забрать у нас весь урожай должно быть в германии не хватает продуктов менее мне все-таки удалось при при прятать небольшую часть на зиму когда же наконец закончится эта глупая война а так ух ты сколько фактов целых пять фактов фронтовый фронтовый рацион бесперебойная поставка продуктов питания миллионам бойцов была настоящей головной болью для тех кто занимался снабжением для тех кто занимался снабжением сбои в системе часто становились причиной голода и что еще страшнее жажда бойцов передовой на западном фронте рацион салат состоял из хлеба риса супа и небольшого количества мяса и сушеных овощей в паек британцев был включен алкоголь русская полевая кухня отличалась наличием большого большего количества каш часто варили че изредка давали рыбу и сало однообразная пища был так 1 бразная пища быстро надоедала поэтому посылки с домашней едой привозить так приводили солдат в огромный восторг так 18 месяцев спустя а за первые 18 месяцев войны линия западного фронта почти не изменилась воюющие стороны засели в окопах и траншеях пытаясь отбить друг у друга хотя бы кулачок земли переход к войне на истощение сделал боевое боевые действия 1915 года в которых пострадало немало мирных жителей не более кровавыми а наиболее кровавыми концу этого года начала а концу этого года начала ощущаться нехватка живой силы и провианта боеприпасов же не хватило просто боеприпасов же не хватало просто кати катастрофически восточный фронт на котором ввела войну россия был более протяженным ибо так и боевые действия на нем имели менее позиционный характер тем и тем не менее там также возникла аналогичные проблемы аналогичные проблемы колючая проволока ключевая проволока появилась в тысячи в 1874 году и использовалась еще до войны однако именно с началом позиционных действий в 1 1 мировой она получила повсеместное распространение тысячи тонн материалов уходила на возведение ограждений на нейтральной территории солдаты отчаянно искали способы борьбы с проволокой использовали обыкновенные кусачки или срывали ее с помощью крюков самым эффективным средством в итоге оказалось интенсивный арт-обстрел разлага разлагающий разлагающиеся трупы солдат висящие на колючей проволоки стали одной из самых известных символов жестокости войны верден битва которую на рассвете 21 февраля начали германские войска намеревавшиеся прорвать фронт антланты продолжались долгие 300 дней за это время отдельные стратегически важные позиции по нескольку раз переходили из рук в руки пока французы наконец не начали склонять исход сражения в свою пользу в битве при вердене концентрация потерь оказалась самой высокой за все годы войны на площади менее чем 158 квадратных километров погибло 600 тысяч солдат награды наиболее известная французская награда первый мировой стал военный крест около двух миллионов награжденных германской железный так германской железный крест его получили около 50 миллионов бойцов основной награды для русских ладов стал еще один крест гер георгиевский не менее полтора миллиона награжденных британских бойцов массово награждали медалями которые даже получили и так иронить иронические прозвища зернышко скрип и ульфред по имени героев популярного комикса так называли звезду за военную кампанию 1914-1915 годов ее получило 2 миллиона военную медаль 6,6 миллиона и между союз и межсоюзническую победоносную медаль 5,7 миллиона так опять 6 предметов и опять какой-то свисток нам нужен флажок свисток письмо непонятная штуковина это какая-то шляпа шапка каска точнее а это не знаю может как только катушка проволоки хотя вряд ли это что-то другое тут что-то светится но я блин не знаю что мне делать так вот это что такое табакерка табакерка сделана из снарядной гильзы из пустых гильз и других частей использованных боеприпасов солдаты часто мастерили разные так полезные вещи а некоторые осколки снарядов сами по себе имели весьма причудливую форму и уже годились на сувениры на сувениры табак на войне ценился очень высоко поэтому его старались держать сухим во многих письмах с фронта упоминался и специальный подарок от команд от командования рождественская сигара которую в окопах ждали не меньше чем весточки из дома так говорит слушай хочешь чернила ты мне носок я тебе чернила я тут свой носок потерял да вот видишь да вечно вот после стирки не могу второй носок найти если найдешь мне я тебе чернила дам пошли носок искать где мне найти тут носок то так ну ка наверх могу вылезти тут у нас какой-то солдат стоит на баругу похож о кстати тут что-то спрятано игральные карты колода карт чтобы скататься долгие дни окопной жизни солдаты играли в карты читали писали письма и мастерили что-нибудь из подручных материалов немцы играли в скат французы в манилью а бойцы союзных войск в дурака и очко а вот и носок ты грязный носок слушай дружище я тут нашел грязный носок на держи говорит нет нет я нет мне не нужен не грязный а чистый постира его не 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 мне нужен чистый чтобы я его одел мне не нужен грязный носок о чем не делать с носком он что-то наш пёс что-то нашел нет он ничего не нашел слышь ты что офигел мы тут тарелки моем носки собрался стирать а ну-ка валя отсюда эрит стой на бери хлеб и все ничего себе здесь очередь за хлебом так какая-то штуковина слышь я чё-то не понял вот она моргает да я ее не могу взять почему птица странно почему я не могу вот эту штуку взять у вас тащи булку хлеба ну-ка иди-ка сюда да поменяемся блин а как мне взять вот булку хлеба собаки для чего мне нужна булка хлеба а я кажется понял они сейчас погонятся и ой бам 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 и ты блин а как мне о чем не очень делать для чего мне хлеб нужен его наверно как то надо на тарелку положится из-за того что носок никуда не падает ко мне от носка избавиться а кстати нет мы туда не можем пройти я помню мне какой-то другой предмет надо подобрать ну а может мне туда можете нет туда нельзя идти а ну-ка иди сюда он кстати я могу туда пройти тоже не могу туда пройти блин блин чашим не делает то я знаю что мне настолько надо постирать на блин я хлеб не могу взять почему может просто так не должно быть может я все-таки вы должен подловить момент вот смотрите а вот мне просто нужно было подловить момент я так и думал сейчас нас а вот так ему нужен чистый носок хорошо сейчас мы не дадим носок сам посушит агрит нет не мне нужны мокрые носки мне нужен сухой чистый носок блин точно слушай-ка а я тут видел то что здесь что-то моргало может мне сейчас можно да точно вот оно что все носок высушил на вот те сухой носок хахана держи спасибо брата бартер нашел читать с грязные вонючие носки постирал их так а кстати нам же сейчас перо нужно кстати а я а еще по прежнему нашел предметы некоторые у меня блин есть предположение что мне нужно делать дальше теперь я в принципе могу взять в руки хлеб и положить его сюда да да так и есть так отходим ну-ка иди-ка сюда хорошо там гавкать он боится тебя может мне нужно просто отойти вот и перо добыл все можно письмо писать моя милая дочь я узнавал про карла его жизнь в не опасности он все еще в лагере к югу от реймса надеюсь мне все-таки разрешат его повидать спасибо за фото бомбардировка только убегайте отсюда ухты а помер там просто могут может быть так что в самом правом углу какой-нибудь коллекционный предмет а а нет туда можно пройти ну ладно может там даже ничего и нету тогда а может я туда смогу вернуться после бомбардировки а вот и каска кстати жаровня дырявая каска наполненная углем и дровами и используемая в качестве жару жаровни этот необычный предмет своеобразные переносное оттопительное устройство следует отметить что хотя каски и были металлическими они едва ли защищали солдат от пуль горит стой там бомбардировка побежали у меня как это как бы сказать дар предвидения я вижу заранее куда упадет снаряд ухты целому взводу конец ой-ой-ой отступай 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 ё-моё тут же хранилище динамита блин а вдруг тут что-то интересное есть а ой я здесь нет ничего интересного надо было просто сразу посмотреть чего а как я там был убежал если там просто невозможно убежать так а да блин отсюда невозможно убежать вы чё издеваетесь что хотя хотя возможно убежать ладно так уж и быть все бомбардировка окончена а теперь в атаку потому что обычно после бомбардировки начинается атака офицерский свисток офицером выдавались особые свистки с помощью которых они подавали сигнал к атаке произне так пронизительный а пронизительный звук свист остался на нему дороги в никуда поднимаясь из окопа солдата не зная а солдат не знал суждено ли ему вернуться из боя ух ты все солдаты со мной бегут теперь я их командир да хоть бы вы могли своему товарищу не знаю для чего эта коробка нужна но и ладно все ясно я знаю для чего она нужна это наша ступенька кстати а че там сверху чё-то лежит ну-ка подожди это случайно ненужный мне предмет в принципе нет а почему я дальше ничего не могу сделать слышь капитан ну-ка уйди-ка отсюда чего все стали а чего от меня хотите чё я вам должен сделать подраться с вами шуль все таки это надо наверно по-другому сделать вот что надо было сделать я все понял так не сразу конечно но понял недолет до лед учитесь как надо вот так куда на бежать то все правильно тут просто коллекционный предмет а письмо тунисского солдата 21 февраля 1916 года дорогие мои родители мне холодно страна которую мы защищаем настоящее царство льда и снега земля промерзла настолько, что стало тверже камня. А копаться практически невозможно. Я уже почти не чувствую рук. Их от холода. Надеюсь, у нас в деревне все хорошо. Вы получаете деньги, которые я посылаю? Ах, мед. Эх, дружище, ты, походу, еще в России не был. Вот сразу и второй коллекционный предмет. Сразу два коллекционных предмета. Рядом. А, нет. Это не коллекционный предмет, вы чего? То есть мне этот предмет пригодится позже. Сейчас я вам отрежу. Путь открыт, давайте, пошлите со мной. Я веду вас в бой, мои товарищи. А, колесо. Готовьтесь, сейчас рванет. Еее. Так, такой. Это то, что я хотел. Сейчас мы тут гранаты скинем. Смотри, как это делается. Такой, на, гранаты. Сейчас я гранаты начну метать. Так, только мне где-то нужно флаг найти. Ну, кстати, в принципе-то... Так, где мне искать флаг? Племетчик. Смотрите, как его легко обдурить. Сейчас, подождите. И все солдаты сюда вернулись. Я обратно бегу, они сюда пришли. А, они за мной повторяют, да? Нам понадобится граната. Во, видали, как надо делать. Так, до следующего окопа я не доберусь. А тут нет окопа. А вот и флаг. А, нет, это не флаг. А... Как тележка оказалась на дереве? Ну, в принципе, бомбардировка, но... Не может же такая лег... Такая тяжелая тележка висеть на такой ветке. Как ветка не сломалась до сих пор. Я, кажется, знаю, кстати, что нужно сделать. Сейчас мы накидаем туда. На досок. Ой. И последняя, конечно же, доска. Все, сломали. Она нам... Упала. Нужна в качестве укрытия эта доска. Все, дерево упало. Я вам сделал укрытие, можете продвигаться дальше. Так, тут наш... Тут нас ждет наш товарищ, да? Говорит, осторожно, бомбардировка! Так, слушайте, товарищи, тут у нас... Флаги-то есть? Мне флаг нужен? Флаг. Ой. Вон артиллерия стреляет. Ну все. Вы меня достали. Я там, кстати, внизу не... Блин. Скорее всего, флаг там внизу был. Я не все посмотрел, что там можно было сделать. Хотя... Учись, как копать надо, понял? Ключи нашел. Слышь, подержи ключи. Так, а снаряды-то не рванут? Не, а не рванут. Так и должно быть. Так, это не то, что нужно. Говорит, мерси. А, блин, точно. Так, вынимаем наверх. Починить нужно. Так, открываем шкаф с помощью ключей. Так, вентиль сюда, да, нужны? Нет, сюда не нужен вентиль. Зато вентиль нужен туда. Кто говорит? Слышь, атакуй мельницу. Главная цель это мельница. Не деревья. Говорит, снаряду нужно. Все, ясно. Сейчас мы атакуем. Ну, кстати, я, блин, я, кажется, даже знаю, где я пропустил последний коллекционный предмет. Там, в общем-то, можно было спуститься вниз. А, когда мы забежали в укрытие. Вот, Фрэнком. Когда он огонь подал ракетницей. Здорово, братан. Говорит, пушка там, слева. Че ты сюда-то идешь? А мне нужна не пушка, мне нужна граната. Слышь, ну-ка, гранат притащи. Слышь, собака. Пес. Пес. Слышь, дружище, давай за мной. Не знаю, как тебя зовут. Некогда мне тут придумать тебе, кстати, кличку. Будешь просто пёсель. Эээ. Что? Гранату на ветку закинул? Да у меня талант. Мне только просто метать гранаты. Так, снаряд я взял. Хотя снаряд больше, чем сама тележка, наверное. Так, все, я зарядил. Эх, все приходится в однуку делать. Сейчас мы тут разберемся. Так, зарядил. Мельница, да, говоришь? Говорит... Мельница. Так. Ага. Говорит, недалеко от мельницы. Лес. Три дерева. Вот, наверное. Нет, это не то. Хм. А куда там... А куда мне бить-то? Может, вот три дерева, да? Нет, не такие деревья. Справа от мельницы, или что это? Где-то недалеко от мельницы должен быть лес. Может, это... Блин, я не вижу деревья-то. Может, все-таки мне сюда как-то надо закинуть. Недолет, да? Может, туда куда-то? Я вообще не понимаю, что он мне хочет. Слушай, ну-ка, позвони ко мне еще. Мельница. А может, мне надо не деревья, а сверху деревьев стрелять? Ох, подождите, а где я тут деревья-то видел? Справа от мельницы. Три дерева. А, так вот оно что. Вот что надо было сделать, я понял. Кстати, флажок я так и не нашел. Потому что это именно тот самый момент, который я пропустил. Узнала о боевых подвигах друзей и решила наградить их за проявленную храбрость. От Анны тоже пришла добрая весть. Карл быстро поправлялся и уже мог ходить. Тем временем верденская мясорубка продолжала крутиться. Потери ужасали. 70 тысяч убитых за месяц. Почти ежеминутно. По одному французу и немцу. Это продолжалось почти 10 месяцев. Так, вот тот момент, где я мог пропустить флаг. Точнее, я уверен, что он здесь. Да, вот, видите, он здесь. Просто вот сразу не знаешь, куда. Вниз спускать или все-таки наверх? Сигнальный флажок. Несмотря на то, что азбука Морзо уже использовалась... Морзо уже... Так, несмотря на то, что азбука Морзо уже использовалась, телефонная связь была весьма ненадежной. В ход шли старые добрые способы передачи сообщений. Барабаны, горные и сигнальные флажки. Так, 11 ноября 1918 года именно сигнал горно ознаменовал окончание Первой мировой войны. Так, ну вот, кстати, я все коллекционные предметы нашел. Вот даже орден какой-то получил. Главой... То есть, часть второй главы эту я прошел. В принципе, все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока.